В нашей стране есть регионы, где масштаб распространения борщевика уместно назвать экологической катастрофой. В Верхневолжье многие замечают, как быстро борщевик занимает новые сельхозтерритории и не только. Жители Сахарова, что по Тверью, бьют тревогу. В поселке распространение растений достигло угрожающих размеров. Как эффективно бороться с борщевиком и при этом не нанести вред своему здоровью, разбиралась наша съемочная группа. В средней полосе России борщевик сосновского размножается быстрее всего. И Тверская область не исключение. Бесхозные территории это растение осваивает молниеносно. Также частым и не самым приятным гостем борщевик становится на дачных и приусадебных участках. В одиночку бороться с ним трудно, а порой невозможно. Но несмотря на это, многие пытаются его ликвидировать самостоятельно, порой пренебрегая правилами безопасности. Должна быть такая одежда, которая будет покрывать все тело, поскольку нужно от них защитить и кожу. Использовать также средства защиты дыхания, то есть респиратор, маски и так далее. И также глаза тоже защищать, очки специальные. А последствия такой борьбы могут быть весьма плачевными для здоровья. За пару недель в травматологический пункт на Беляковском переулке уже обратились несколько человек. Они стали жертвами этого опасного растения. Причем самую большую угрозу здоровью тает в себе именно сок борщевика. Сок опасен то, что вызывает реакцию кожи на сообразование дермальных пузырей, проникновение через дерму и образование язв таких. При попадании сока на открытые участки тела необходимо немедленно промыть, промыть водой, желательно с мылом. Второе. Укрыть участки тела, чтобы солнце не попадало. Лечатся такие ожоги достаточно долго, около трех недель. Без помощи медиков тут не обойтись. Специалисты назначат лечение при конкретной степени ожога. Но не только сок борщевика опасен для человека. Существенный вред может нанести и запах этого растения. Борщевик Сосновского в поселке Сахарова выше 2,5, а то и 3 метров. Цветет он, как правило, с июля по август. В этом году чуть раньше времени, в конце июня. Его цветок похож на зонт и очень опасен, когда это растение располагается внутри жилого сектора. Как, например, здесь, во дворе многоквартирных домов. Его запах очень неприятный, а поэтому несет большую опасность для аллергиков. При цветении борщевика, значит, у многих, которые прадают аллергии, вызывается аллергический шок. Поэтому люди уже склонны к корректу и принимают таблетки. Борьбу с борщевиком Сосновского ведут не только дачники, но и специалисты. Каждый год они разрабатывают новые методы, чтобы истребить это растение. Один из самых популярных способов – кошение. Обязательно на регулярной основе. Эффективнее всего косить борщевик, когда он выпускает цветоносцы, поскольку именно на них он тратит большое количество питательных веществ и энергии. Второй по популярности метод – химический. Таким способом бороться с растением стоит в начале его роста, то есть в мае. А самый эффективный метод – комбинированный. Если мы скосим борщевик, когда он начал выпускать цветонос, и когда он потом начинает заново отрастать, мы можем обработать его гербицидом, и это позволит полностью убить растение. Например, по одну сторону дороги мы обработали, а по другую сторону – это чужая территория – мы не обработали. Естественно, он потом вскоре, даже если погибнет на той стороне, где мы обработали, он перейдет опять. Пока, увы, стопроцентно и навсегда искоренить борщевик не получается ни у кого. Поэтому остается только с большой осторожностью подходить к процессу его ликвидации и беречь свое здоровье в такой непростой схватке с этим агрессивным сорняком. Продолжение следует...